Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. И в этом видео я хочу рассказать и показать вам свои покупки, которые были совершены за октябрь месяц. И уже я приобрела достаточно много всего, всем я успела попользоваться, чем-то больше, чем-то меньше, но попробовала я всё. И поэтому сложила уже какое-то определённое мнение и хотела бы им с вами поделиться. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начну я с... Ну, для чего я вообще делаю это видео? Я бы, может быть, попозже бы сняла, но уже много чего накопилось. И поэтому хочется побыстрее это отснять, чтобы и коробочки тут на многих, да, есть предметах, чтобы их тоже выбросить. В общем, снимаю я сейчас вот так и посмотрю, как будет. То есть, возможно, так я и буду снимать, чтобы не отвлекал задний фон, как обычно бывает к моим видео. Может быть, я и оставлю в таком режиме вообще съёмку своих видео. Так, ну давайте приступим. Начну вот с такого вот средства. Я уже видела у Катюши, Альтамира Бьюти, здесь на YouTube. Катенька, привет тебе. У тебя я видела вот такое вот средство, и я его купила ещё как раз до этого, как у неё видела. Вот такая вот коробочка. Это спа-маникюр без посещения салона. Экспресс-удалитель кутикулы. От марки Эвелин Косметикс. Вот такая вот вещь. Это у нас профессиональный препарат для быстрого удаления кутикулы. Один раз я пользовалась этим препаратом, то есть, этой вот вещью, и удаляла кутикулу. Приобрела в Улыбке Радуги, по-моему, за 105 как-то вот так вот рублей. Удобный носик. И объём 12 миллилитров. Сразу говорю, что у меня видео будет, скорее всего, длинное. Это средство почти не имеет запаха. Удобно им пользоваться, и кутикулу удалять, отодвигать легко. Поэтому буду дальше смотреть, пользоваться. Но пока всё нравится. Так, следующее, что я вам покажу. Ну, вот ещё покажу вот это вот от Эвелин 8 в 1. Я его показывала в покупках. У меня не было определённого мнения. Сейчас я пользуюсь 3 недели, и на моих ногтях это средство работает. Это всё, что я хотела сказать. Буду продолжать дальше. Сейчас использую под лак. Но в ближайшее время, через дня 2-3, буду использовать, наверное, опять самостоятельно для профилактики ногтей. Вот уже сколько я его истратила. Тут как бы видно уже, что вот по буквы. Вот так истратила за 3 недели. Так, следующее, что я вам покажу. Ну, давайте так и продолжим к ногтям, да. Купила себе вот такую вот вещь. Уже упаковку, к сожалению, выбросила. Не помню, как эта марка называется. Это вот вещь, чтобы обрезать кутикулу. А вот это, чтобы отодвигать. Хорошая штучка. Немножко она, конечно, может как-то ногти поранить. Да, если побольше забрать кутикулу. У меня до крови было, в принципе, с ней как-то один раз. Но вот это вот само очень мягкое. Ну, вот этот держатель, само очень мягкий, удобно держать в руке. Мне понравилось. И стоила эта вещь тоже в Лыбке Радуги. Недорого, по-моему, 80 рублей. Хотя я видела на подобии. Фаберлик за что-то около 200 рублей, там, 189, по-моему. Ну, в общем, эта штука стоит 79 рублей, в два раза дешевле. Я решила себе ее лучше приобрести, чем в каталоге заказывать то же самое, но более дорогие деньги. Вот этим я вместе пользовалась. И получился у меня более-менее неплохой маникюр. Не скажу, что он, конечно, совершенный. Надо стремиться дальше. Но стало уже что-то получаться. Следующее, что я вам покажу, это будут мои... Давайте покажу более давние, что ли, получается, покупки. То, что я пробовала от марки Organic Shop. Вот я в магазине iLike приобрела. Это у нас утренний кофе. Мягкий гаммаж для лица. С органическим маслом, зеленым кофе, масло лимонника и кофейная пудра. Аромат очень приятный, дозатор удобный. Стоило средство 50 рублей бюджетно. Вот такая консистенция. То есть он такой кремовый. В нем есть коричневые, очень мелкие частички, которые похожи на кофе. Аромат приятный. Напоминает какую-то риску, может быть, мейлер. Ну и кофейная что-то немножко чувствуется. Не скажу, что он сильно натуральный. То есть есть какой-то изголосок кофе. Пользовалась я этим гаммажем. Мне понравился эффект. Ну да, гаммаж мягкий. Это не скраб. Он мягко очищает, отшелушивает, приятный. Мне он, в принципе, понравился. Могу его посоветовать. Так. Пользовалась два раза пока что. Вот такой масочкой. Еще попробовала масочку такую. Пользовалась ей один раз. Грязевая маска для лица. Она мне не очень понравилась. Не очень я увидела от нее эффект. Ее нужно наносить на 10 минут. После чего смыть водой. И через 10 минут она не застывает. Она такого голубовато-серого цвета. Кремовой консистенции. То есть мы ее нанесли на лицо как крема. И она как крема остается. Аромат у нее косметический. То есть приятный. Более приятно пахнет, чем маска из Avon. Но по действию мне маска из Avon, наверное, больше нравится, чем вот эта маска. Но я еще ее, конечно, буду дальше пробовать. И более подробно буду говорить о ней в пустых баночках. Изменится мое мнение или нет. Пока она мне не очень. Так, следующее, что я вам покажу. Это будет, давайте тогда покажу зубную пасту, которую не я купила, но купил мой муж. Да, что многие любят. Это вот такая вот паста. Оставила вам в коробочке еще показать. Хоть мы с ней ей пользуемся сейчас. Очень активно. Сплет или сплат, я точно не знаю. Могу ошибаться. Называют по-разному. Вот такая вот она. Здесь с розовым. Ультра комплекс. Такая паста идет. Она 100 миллилитров. Имеет приятный аромат. Достаточно выраженный мятный, как я люблю. Неплохо очищает. Зубы мне. Она понравилась. Мужу тоже. Может быть, будем брать ее и повторять снова. Коробочка от нее выглядит вот так. Так, стоила она 187, по-моему, мне сказала, рублей. Но дешевле, чем в какой-то скидке он взял, наверное. В общем, дешевле, чем она обычно стоит. Так, ну давайте к уходу. Вот пока то, чем я вообще не успела воспользоваться. Но покажу вам здесь, потому что буду брать с собой. Потом не знаю, где найду. Это вот такой вот от бархатных ручек. Прыла в улыбке радуги. Антисептический гель для рук. Новинка. Увлажняет, не сушит кожу. Вот такой вот гель для рук. Здесь калина концерн. 50 миллилитров. Пока не пользовался. Но давайте при вас сейчас посмотрю, как он будет вообще. Вот он прозрачный. Аромат такой вот обычный, спиртовой. Руки он... Ну, не скажу, что сушит. Нет, ну вот нанесли, как будто бы нет уже ничего. То есть мне очень нравится такой эффект. Именно. Да, вот все, он полностью впитался. Вообще ничего нет. Мне, наверное, понравится этот гель. Я как раз люблю, когда не надо долго развозить что-то. Все-таки этот фрошет довольно долго впитывается. Вот. У меня он тоже есть еще. Я им сейчас пользуюсь. И вот этот будет на смену ему из-за фрошет. Так. Следующее, что мы с вами посмотрим. Это будут покупочки. Здесь еще у меня и ухода полно, и декоративки. Ну, вот такой вот покажу вам жидкость. Пользовалась пока я один раз. Она продается тоже в Улыбке Радуги. Жидкость для снятия лака. Укрепление для искусственных и мягких тонких ногтей. Быстрое и мягкое очищение с витамином Е и протеинами пшеницы. Без ацетона. 240 миллилитров. Марка Новел и Тойл, наверное, вот так вот. Мне эта жидкость понравилась. Мы очень долго думали, как ее выливать нужно, но нет. Вот, смотрите. Показываю, да? Она не выливается через эти дырочки, а нужно на нее нажимать вот так вот, и чтобы выходила жидкость удобно, потому что полностью весь ватный диск смачивается. И мне хотелось одного диска, чтобы брать весь маникюр полностью. Не оставляет белых разводов, каких-то белых пятен. В общем, могу эту жидкость тоже посоветовать. Ну, и дальше буду ей пользоваться. Пока сложно сказать, пользовалась один раз. Так, следующее, что я покажу вам, это повторная покупка у меня. Кратко просто покажу. Это активная сыворотка для ресниц 3 в 1. Может быть, после, через месяцок где-то я воспользуюсь ей. У меня еще сейчас есть такая сыворотка, я ее пока еще ей пользуюсь. 3 в 1. Основа под тушь для ресниц, восстанавливающая сыворотка и активатор роста ресниц. Я ей пользуюсь практически каждый день. У меня есть другая, ну, своя, та сыворотка. В основном под тушь я ее использую, мне она очень нравится. Так она выглядит, наверное, многие ее знают. Если кто-то не пробовал, советую. Это мой фаворит. Мой мастхэв. Брала, беру, именно белую, брать буду. Так, следующее. Покажу вам, наверное, для тела. Такая вот вещь для тела я решила попробовать. Вообще не пробовала никогда ничего натурального, органического для тела. Но что-то меня так составы расстроили, и лосьонов, в том числе, и эйваны. Я решила попробовать от Начал's. Расстроили они меня. Я решила, захотелось мне что-то для тела более натурального, что ли. Вот так называется марка I like. Do want you like? You like me too much. Вот то, что написано на английском здесь. Это body, наверное, butter. В общем, это масло для тела, кокос и малина. Очень приятный запах. 250 мл быстро впитывается. Такая вот очень... Она снимается просто, ее не покручивается. Тут коробочки. Воспользовалась пока пару раз. Такая консистенция. Кремово-масловая. Вот такая она довольно густая. То есть, скорее всего, даже... Вот, видите, если перевернуться, она никуда не вывалится. Очень густое. Это масло наносим на тело. Я наносила на руки, на тело. И держится аромат в течение... Ну, давайте покажу вам. В течение где-то полдня. В общем, очень долго держится аромат. Я с этим даже ароматом вложила и засыпала. Вставала на следующее утро. И все равно он был. То есть, мне этот аромат нравился. И пахнет для меня больше малинкой такой. Не очень химической. Такой вот средней химичности, скажем так. Но вообще здесь стоит в составе очень даже... Состав неплохой. Это густое масло для тела. Здесь стоит витаминный комплекс натуральных масел. Кокосовое масло, шеи оливковое. То есть, состав очень даже неплохой, хороший. Буду пользоваться дальше. Более подробно буду говорить в пустых баночках. Но, наверное, не скоро. Потому что у меня еще и Зейван есть лосьоны. И много всего там еще и Зейван. Но к этому тоже периодически чередую, когда хочется что-то более натурального. Так, еще раз покажу баночку. 250 миллилитров. Так, и переходим с вами за уходом. Вернее, за уходом, извините, уже все заговариваю. Четвертое видео уже снимаю. К уходу за волосами мы переходим. Я купила два средства. Насмотрелась у девочек, что берут масла. Тоже мне захотелось попробовать. Эффект я увидела. Пользовалась пока пару раз, два раза. Тем другим вместе. Приобрела я вот такое вот в лобке радуги. Репейная аптека. Вот такая вещь. Оставила коробочку. Так вам покажу. Очень много всего написано. Рекомендуется при выпадении волос в сухих, ослабленных и тонких волосах, перхоти и зуде, секущихся кончиков, повреждениях после окраски или химической завивки, тусклости и безжизненности. Активные компоненты репейное масло, экстракты хвоща и крапива. Центелла, не знаю, что такое азиатская. Депантенол, протеинный шелк, эфирные масла розмарина и тимьяна. Витамины А, Е, Ф. То есть, в общем, полезная вещь для волос. Пробовала это масло. Оно также должно стимулировать рост волос, что мне нужно, и препятствовать выпадению. Вот так оно выглядит. Его можно наносить как на сухие, так и на влажные волосы. Использовала я три раза, получается, но два раза был эффект. То есть, два раза я использовала. И сейчас вот у меня это второй день после этого тоже масло. Волосы более блестящие, более гладкие, хорошо расчесываются, хорошо укладываются. Только единственный минус здесь – это аромат. Он мне приятный. Удобный здесь распылитель. Хорошо работает. Объем 150 мл. Увидела я эффект, но на сухие волосы очень сильно ожирнит и делает эффект грязных волос. Не советую на сухие волосы. Она влажная, мне понравился эффект. Буду дальше продолжать пользоваться. И также я взяла себе для кончиков еще попробовать. У меня есть одно средство для кончиков волос из Эйвен. Но я также решила попробовать. И мне попалось в магазине вот такое от Голискур. Который идет шесть эффектов масла роскошь. Шесть в одном. Мягкость, термозащита, уменьшение сечения, послушные волосы, контроль над вьющимися локонами, роскошные волосы. Вот так вот. Способ применения наносить небольшое количество, одно-два нажатия на влажные или сухие волосы. На основную длину волос можно наносить и на кончики. Я наносила на кончики. На кончиках мне нужно два нажатия. Вот такая вот баночка. К сожалению, она у меня когда не слою из магазина протекла. Это вот у меня с ней такая беда случилась. Дозатор здесь вот такой вот. Аромат очень приятный. Мне нравится. Такое, как органовым маслом или макадамии. Вот такое что-то сладенькое приятное. Объем маленький. 75 миллилитров. Следующее, что я вам покажу. Это уже мы перешли плавно от ухода к декоративной косметике. Здесь у меня тоже был приличный покупок в этот раз. Лаки для ногтей, одна тушь, одни тени. Помады, блески. В общем, много всего было. Я сейчас на все это смотрю. Приличное количество. Я думаю, что косметическая диета мне должна светить хотя бы по декоративной косметике. У меня сейчас сынуля проснулся. Поэтому я постараюсь быстренько, кратко все показать. И что только сказать свое мнение. Давайте начнем с лаков. Вот сейчас у меня на ногтях вот этот лак. Ярко-голубой. Это у марка вообще Cool Beauty. Решила я его попробовать. Говорить вообще пока ничего о нем не буду. Второй день сейчас его ношу. На ромашке выглядит вот так. Ну и на ногтях тут два слоя. Ярко-синий лак в номере 47. Я его нашла у нас в Атаке. У кого есть Ашан, по-моему, это Атака и Ашан практически одно и то же. Может быть, у вас там тоже он есть. Кисточка здесь идет очень тонкая. Такая вот она тонюсенькая. Но ей удобно наносить лак. И этот лак стоил 30 рублей. Поэтому как он будет вообще себя вести. Оставлю я его себе или потом от него избавлюсь. Я пока не могу сказать. Но цвет классный. Мне понравился. Из-за цвета я его и взяла. И второй лак. Это уже для меня известный марки Rio. Это топовое покрытие. Вот такое вот. Так, у меня, по-моему, даже нет его отдельно нанесенного. Но я вам сейчас его накрашу. Буду говорить про другие средства. А потом к нему вернусь. Наверное, вот так вот сделаю. У меня есть он на лаке нанесен. Я здесь наносила на ромашки. Вот. Очень классный топ. Номер 79. Разноцветные абсолютно штучки. Вот такие вот. И они не переворачиваются. То есть есть такие, когда переворачиваются и становятся просто серебристые. Нет. Эти двухсторонние. Здесь есть желтые, розовые, голубые, салатовые, белые. Вот такие вот. И разной длины. Вот это вот отдельно нанесено. Вот здесь. И вот это на бежевый лак. Бежево-серый. Так смотрится этот топ. Так. Следующее, что я вам покажу. Это в подарок мне давали за покупку. Улыбки радуги. Влажные салфетки. Ягодный микс. Они там всем их раздают. В общем, при покупке на какую-то сумму. Что же я там тогда приобрела. Я тогда купила вот такие тени. Коробочку уже, к сожалению, у меня сын куда-то делал. В общем, от Пупа марки. Красная у них стандартная упаковка. Это коробочка в оттеночек номер. Даже не знаю какой. Наверное, 51. Вот. Покажу вот эту штучку. И даже не отодрать пока. Толком. Потому что одирается вместе с самой упаковкой. Но потом разберусь я в общем. Скорее всего, 51. Открытыми их можно всего лишь 6 месяцев пользоваться. И я пользовалась здесь спонжиками. Так как это запеченные тени. И кисточкой их набирать неудобно. Вот такие они идут. Один оттеночек зеленый. Я уже их наносила на глаза. И даже снимала видео. И ходила с ними на праздник. В начале октября был день учителя. Вот с этими тенями я как раз и ходила. Вот такие вот оттенки. Один как бы мятный такой с блестками. И второй зеленый. Хорошие яркие тени. Не осыпаются. На базу держится весь день. Что еще о них сказать. Многие с нами довольны. И я тоже отношусь к тем людям, которые ими довольны. Вот такие вот тени. Так. Ну и салфетки мне как раз, наверное, сейчас пригодятся. Которые были там в подарок. Вот. Следующее, что я вам покажу, это будет тушь, которую я купила. Я еще хотела вам переменить немного отзыва туши Lumine. Она у меня раскрасилась. И она дает неплохой эффект. Даже не только дневного. Но если в 2-3 слоя наносить, то она дает неплохой эффект. И более такого выраженного вечернего макияжа. Так. Ну перейдем к туши, которую я купила себе. Это вот такая вот тушь. От марки Essence. Это от Essence тушь. Я решила ее взять себе. Она и была такая уже вся какая-то потертая. Стоила она не очень дорого. По-моему, 170-180 рублей. Но я хотела именно силиконовой кисточкой. Здесь силиконовая кисточка. Классная тушь. Мне она понравилась. Хорошо разделяет. Не вызывает аллергии. Подкручивает. Дает длину. И называется она Maximum Length Volume Mascara. Вот так вот, наверное. В общем, больше здесь ничего. Ну такая вот она. Оранжевенькие буквы здесь. Они, по-моему, там отличаются дизайном. В общем, этой тушью я пока довольна. Тоже пользуюсь ей на смену Lumine. У меня сейчас их две. Так. Ну и перешли мы с вами к средствам для губ. Здесь их будет аж целых раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть средств для губ. Я купила в этом месяце. Довольно много. Я знаю. Ну вот так вот получилось. Из них только один бальзамчик. Это вот такой вот я взяла себе бальзам. Регенерирующий бальзам для губ. Для сухих губ. От Evelyn Cosmetics. Стоил он, по-моему, 65 или 63 рубля дешево. Этот бальзам. Восстанавливающая сыворотка даже для губ. С органовым маслом, как я поняла. С SPF 20. Моментально увлажняет и заживляет. Оказывает экстренную помощь воспаленным губам. Предотвращает появление трещин. Клубника. Вот такой вот, в общем, удобный носик. Пользовалась им. Приятно пахнет. Как масло. Он не впитывается полностью. Использовала на ночь. Мне он понравился. Как будет дальше, буду смотреть в дальнейшем. Но губки он хорошо разглаживает. Питает. Увлажняет. Так. Следующий продукт, который я мне показала до этого, решила здесь показать. Это будет продукт от марки, от фирмы Faberlic, который я хотела показать с 15 каталогом. Но покажу все-таки здесь. 44,97 это сыворотка блеск для губ. Вот такая вот. Она стоила 149 рублей. В каталоге со спонжиком идет удобным. Мне она понравилась, эта сыворотка блеск. Но она выбеливает губы, я сразу говорю. То есть будет эффект выбеливания. Такой вот глянцевый, не перламутровый эффект выбеливания. За счет этого достигается объем губ. Вот такой вот сводч. Надеюсь, будет видно. Аромат приятный. Пользуюсь с удовольствием. Узнала про эту сыворотку благодаря Лалочке. Лала, привет тебе, это Леди Шок. И пользуюсь. В принципе, нравится. Это мне как бы на замену того блеска от Белаоджи или Белаоги. Не знаю, как до сих пор эта марка точно называется. Тут блеск был дороже все-таки. И смысл, наверное, такой же. Только там еще блестки есть. Следующее это то, что я приобрела еще тогда вместе с тенями. Довольно так уже в начале октября. В первых числах. Это был блеск для губ от марки Лимони. Вот такой вот Лимони. Дороговатый блеск. То есть стоит он где-то 210 рублей. Но качество очень хорошее. Меня порадовало. Он не липкий. Он блестящий. Я его в тестере попробовала. Он полупрозрачный. В нем есть блестки. Он очень красиво переливается. Блестки у него есть даже голубые. И за счет этого создается такое вот красивое ощущение на губах. То есть сейчас я его нанесу вам. Он будет просто, наверное, прозрачным смотреться. Вот такой вот блеск. Имеет приятный аромат. Хороший, удобный спонж, который берет нормально продукта. В общем, этим блеском я довольна. Так, еще раз я его покажу. И скажу оттеночек номер 17 у меня. 17 оттенок. Такой вот. Классный, хороший. Пользуюсь им с удовольствием. Если у вас волосы попадают с этим блеском на губы, то не будет ничего. Он, скорее всего, не смажется. Так, и следующие три покупочки продуктов для губ, которые были совершены пару дней назад в магазине Удобка Радуги. По большим скидкам. То есть, это далеко не за их полную цену. Это две помадки от Maybelline и помадка от L'Oreal. Давайте же их с вами посмотрим. И я буду заканчивать видео. По-моему, за 150 рублей, очень дешево, я приобрела вот такой вот оттенок номер 102. Это вот такая вот многим известная. Атласный флюид для губ. Shine Carres. Вот такой вот со спонжиком идет. С таким вот, видите, сердечко. Очень хороший продукт. Уже носила, даже снимала видео. Почти не липкий. Довольно стойкий. Он идет на руке, покажется розовым. На губах он более такой, как естественный оттенок придает. Ну, розоватый чуть-чуть, конечно. Хороший. Вот такой. Вот здесь его сфотч. Аромат приятный. Держится в районе двух часов. Еще не сказала по поводу сыворотки. Сыворотка тоже держится часа два. И вот этот блеск тоже держится часа два. То есть стойкость у них у всех стандартная. И две помадочки я взяла. Уже есть у меня такие. Просто взяла повторно. Обе эти серии. Это значит, что у нас серия идет, по-моему, шепот цвета. Я взяла себе в розовом оттенке номер 120. Вот такой вот. У меня есть такая оранжево-красная. И взяла я себе вот такой вот более нюдовый, розовый. Слегка выбеливает губы. Немножко их подсушивает. Но такое полупрозрачное, приятное покрытие подойдет на каждый день. Без блесток, а просто глянцевый. Такой цвет вот здесь нанесла. Надеюсь, будет видно. Аромат хороший, приятный. Сама помада тоже очень приятная. Ну и последняя помада, которую я приобретала. В этом месяце. И не знаю, конечно, в месяце не буду зарекаться. Но, по крайней мере, в этих покупках, которые я покажу, это тоже Maybelline. Только другая серия. Color Sensational. Оттенок номер 132. Sweet Pink. Сейчас мне надо уже бежать. В общем, покажу. У меня она сейчас на губах. Это такой приятный персиково-розовый оттенок с блестками. Такой вот здесь я нанесу его еще. Показать вам. Вот его сводч. Вот. Такие у меня были покупки. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Обычно интересно дать видео о покупках. Я тоже их люблю. Вот захотелось мне его сегодня снять. Да и было немножко времени. Но сейчас уже мне надо бежать к сыну или заниматься. Поэтому всем огромное спасибо за внимание. Отличного настроения. Хорошей погоды. И до новых встреч.